И ваша задача, и моя задача в этом году – эту технологию улучшить. То есть включить в нее какой-то новый элемент. Ну, а если это было бы, конечно, очень вознудился, как я классифицировал, ну, что сделать, потому что риттер? Орэ. Пример в чистом виде информационной лечи – это лекция. Лекция – это информация. Преподаватель ни в чем не убеждает. Преподаватель не развлекает. Преподаватель передает информацию. Искусств в уши. Итак, мы с вами продолжаем занятие по технологии правозащитной деятельности. Я еще раз хочу до вас донести мысль о глубине нашей работы. Глубине в пространстве и во времени. Потому что она действительно началась давно, эта работа. Эти технологии мы изучаем уже третий год. И ваша задача, и моя задача в этом году – эту технологию улучшить. То есть включить в нее какой-то новый элемент. И на примере этого элемента опознать всю технологию. Мы изучали риторику два года назад. Это студенты учились убеждать. То есть носить убеждающие речи. В прошлом году мы изучали блогинг. Блогинг – это письменная информационная речь. Но в данном случае даже у нас была не информационная, а развлекательная речь. И в этом году я решил сделать следующую тему. Это видеоблогинг. Чтобы ее включить в нашу схему, это есть риторика. 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 Ну, аристоидер, конечно, очень возбудился. Как я это сенсирую. Что сделать? Потому что ритор. Орек. 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 Да, устная. Но в нашем искусстве она может быть и письменной. Письменная – это как-то уже риторика. Ну, там, конечно, идет связка с литературой, с письменными текстами. И устная. Устная в свою очередь делится на чисто риторическую речь. Это убеждающая речь, которая уже проходила. К тому интересу, пожалуйста, можете смотреть видео-ридеоисты. А, вы же ждали, пожалуйста. Можете не смотреть, вы уже ждали. Убеждающая речь. Есть развлекательная речь. И в этом году мы будем с вами изучать информационную речь. Это, кстати, скренируется с одной вашей институтой. С какой? Информационная правда. Информационная правда. Чтобы там было привязано к информационной речи. Я думаю, в названии, в самом названии информационной речи уже мэра сайта. Какая основная цель в информационной речи? Передать информацию от ритора к, в данном случае, не рецептент будет, а слушатель. Потому что рецептент – это кому идея какая-то принадлежится. В данном случае адресат. Используйте слово адресат. Ну, пример в чистом виде информационной речи – это лекция. Лекция – это информация. Преподаватель ни в чем не убеждает. Преподаватель не развлекает. Преподаватель передает информацию. Из уст в уши. Это информационная речь. Вот мы с вами будем заниматься именно вот этой частью, информационной речью. Но мы в чистом виде будем устным заниматься. Устным творчеством, потому что мы будем говорить это устно, продаваясь. Ну и записывать видео. Как современные технологии. Итак, вот чем мы будем сами заниматься. Пожалуйста. Есть ли вопросы? Да? Если речь информационная, разумевает ли она то, что Рита знает о том, что он говорит? То есть, воспроизведение какой-то информации просто по бумажке, условно, по выпуску новостей, когда ведущий стих, ты читаешь текст, который у него на экране, где-то будет тоже традиционная речь, или то, и то, и то, и то, и то? Ну, здесь есть понятие качественной информационной речи, и просто информационной речи. Всегда, когда переходит информация от Рита к адресату, это уже есть, информация перешла. А вот как она перешла? Красиво она перешла? Убедительно она? То есть, запомнилась ли эта речь? Вот эта информация. Это зависит вот именно от этой технологии. И задача от этой технологии, чтобы вы сказали, и все запомнили навсегда. Навсегда. Все. Эта информация у них отложилась. И вы можете быть спокойны, ну, как в суде, да? В суде не всегда убеждающая речь. Но часть речи в суде информационная, но время, когда рассказывается Фабло Делло. Фабло Делло – это классический фрагмент информационной речи. Донести информацию, передать информацию, понять информацию. Это форма. И я буду давать вам эту форму. Как сделать так, чтобы вас, люди, понимали, что вы говорите? Может, кому-то из вас отнимут. Хотя, есть подозрение, что если передать что-то вас понимать, вас начнут избегать. Но смотрите, это уже другая проблема. Да. Вы сейчас сказали о том, что любая передача информации или от одного человека к другому уже, по сути, является информационной речью. И тогда можно ли говорить о каких-то, скажем так, переходных формах? То есть, например, информационная убеждающая речь или информационная развлекательная речь? То есть, о таком симбиозе можно ли выделять такие виды? Да и нет. А нет, потому что необходима клава, чистота. То, чтобы что-то развить, надо сначала это выкрестливать, сделать чисто. Сделать чистую информацию, научиться, например, произносить убеждающую речь. Научить произносить информационную речь. Но когда вы научитесь это, то есть, это реферируется, потом можно сделать бусинку. И тогда уже фрагмент развлекательный, фрагмент информационный, фрагмент убеждающий. Потому что, если бы я вам говорил постоянного информационного дискурса, вы бы быстро устали. А я то на конфликт делаю, то смешу вас, если вы будете внимать, то я еще что-то делаю. То есть, ну, это уже нам нужен опыт. Сначала сделаю бусинку, красивую, а потом уже свежую. Есть ничего? И следующий результат. Значит, мы с вами, я у вас проверил вот эту убеждающую речь, вот эту технологию составления убеждающей речи. Информационная речь такая же.